Что такое интерактивный дизайн? Дизайнер всегда будет делать проект. Есть ли у вас практика? А мы говорим, а у нас всё практика. Мы с коллегами не считаем, что искусственный интеллект опасен для нас. Как вообще сейчас живёт рынок дизайна? Не перенасыщен ли он специалистами? Есть работа, есть зарплаты. То есть здесь как бы вот ещё такой бурлящий котёл. Как раз самое время в него запрыгивать, потому что всё происходит прямо сейчас. Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Вышка. Он зелайн». И у нас в гостях Захар День, эксперт лаборатории дизайна Нювше. И сегодня мы поговорим о новой магистрской онлайн-программе «Интерактивный дизайн». Подскажите, пожалуйста, что такое интерактивный дизайн? Начнём, наверное, с этого вопроса, чтобы я в нём тоже разобралась. Да, это важный вопрос, потому что мы, глобально сказать, как человечество, долгое время жили в статичном дизайне, когда, допустим, дизайнер делал плакат или книгу, плакат или книга, печатались, и они не изменялись со временем. Ну да, книга старела, плакат, может быть, выцветал, но всё равно это такой статичный формат, с которым очень мало способов взаимодействия. Ну вот какие есть взаимодействия с книгой? Максимум может что-то раскладываться из неё, или есть листы, где можно что-то порисовать в конце, или, допустим, можно написать такой сюжет, где нужно будет со страницы на страницу переходить, и там, допустим, сюжет будет ветвиться как-то по-другому в зависимости от выбора читателя. Всё. Мне сложно больше придумать или вспомнить каких-то форматов. С плакатами тоже. Ну, там самый максимум, который даже сейчас есть, это мы считаем QR-код какой-то, куда-то переходим. Это всё вот такой достаточно стандартный дизайн, к которому мы привыкли. Интерактивный дизайн, ну, в его названии уже звучит, что с ним можно как-то взаимодействовать, ну, interaction производить. И это взаимодействие, оно может быть абсолютно разным, и сам продукт дизайна может быть совершенно разным. В какой-то мере сегодня мы даже не понимаем некоторые новые продукты, какие они могут быть, потому что они только сейчас появляются или могут появиться в ближайшем будущем. Самая главная идея интерактивного дизайна, то что он, во-первых, про взаимодействие, и во многом, наверное, он либо полностью цифровой, либо он, ну, есть ещё такое понятие, как mixed reality, то есть есть виртуальная реальность, есть дополненная реальность, есть вот как бы смешанная реальность, когда условно там мы едем в автомобиле, и нам на лобовое стекло проецируется какая-то дополненная реальность, которая, которую мы воспринимаем не в шлеме каком-то, а вот просто в рамках нашей обычной реальности. Можно сказать ещё дополнительно, что дизайн, в принципе, он всегда шёл в параллели с развитием технологий, там, даже если на сто лет назад отмотать историю, да, там, когда Bauhaus развивался, они с промышленностью были связаны, они водители студентов на заводы. У нас сейчас цифровые заводы сидят, все те же студенты или выпускники с ноутбуками в офисах. Технологии, они всегда, да, как бы параллельно идут, потому что дизайн – это прикладная сфера, мы берём технологии, их используем для какого-то блага. Так что, ну вот, если суммировать, интерактивный дизайн, мы им будем называть всё то, что про взаимодействие, оно может быть очень разное, и на данном этапе мы можем даже не до конца представлять, какое оно может быть, потому что гаджеты прямо сейчас выходят новые. Расскажите, пожалуйста, более подробно, чем он отличается от графического, коммуникационного дизайна, чтобы наши слушатели больше разобрались с тем, куда же поступать, потому что кажется, что рынок очень большой, и видов дизайна достаточно много, и сложно в этом разобраться обывателю, так скажем. Если более узко смотреть на это, вот, допустим, сравнивать с нашим профилем на этой программе, который называется «Дизайн и продвижение цифрового продукта», мы там говорим про некий цифровой продукт, это обычно либо что-то в вебе, то есть это сайт или сервис, ну или по-другому мы называем это веб-приложение. Вот когда мы где-то регистрируемся, куда-то заходим, у нас есть там какие-то комментарии, лайки, что-то такое, это веб-приложение. Ну и вот мы там делаем веб-приложение, мобильное приложение, но это как бы только самое начало, потому что сегодня развивается рынок устройств, различных носимых устройств, которые про вот эту как бы смешанную реальность. Эти направления смешанной реальности, они достаточно новые, то есть если я просто постоянно на днях открытых дверей провожу исследования, я спрашиваю, у кого из дома шлем виртуальной реальности? И обычно, ну там вот из аудитории пара рук всего поднята, да. То есть очень мало гаджетов дома у людей, в которых они могут в какой-то реальности другой поучаствовать, виртуальный, дополненный, там какой угодно другой. Но тем не менее эти устройства развиваются, и это становится более перспективным, это пододвигает это время, когда у людей будет больше таких устройств на руках, потому что их применение становится более понятным. Но вот опять же, если вернуться в коммуникационный дизайн, все-таки это больше про статику, и еще, наверное, важно сказать, что в целом в цифровом дизайне, не только вот в интерактивном, но он, наверное, весь интерактивный, так или иначе, просто мы чаще употребляем термин цифровой дизайн, потому что он как бы еще больше всего охватывает. В нем есть другой цикл производства. То есть, например, опять же, вот вернусь к книге. Один раз сделали, один раз напечатали. Максимум, что возможно дальше, это переиздание. То есть мы вносим корректировки, поправляем там, допустим, ошибки какие-то находим, или изменяем какой-то текст, потому что, допустим, если книга, учебник по каким-то технологиям, они там обновились, например, новая версия вышла, мы учебник тоже обновляем. Но в цифровом дизайне вот этот релизный цикл, он может занимать неделю, плюс в течение одной недели программисты выгружают несколько новых обновлений, ну, мы называем это программное обеспечение, просто не все так говорят, обычно говорят UX, UI дизайн, там продуктовый дизайн, но по сути это дизайн программного обеспечения и его программирование, конечно же. Так вот, релизы вот этого программного обеспечения, они происходят постоянно. Еще есть название такое итеративно, то есть есть итерация, это отрезок времени какой-то, и вот в этот отрезок времени люди пытаются работать. Обычно это там какие-то продуктовые циклы, две недели, три недели. И пользователи, они могут даже не замечать, что продукт, который они используют, приложение какое-то, оно меняется. Но если посмотреть на эту деятельность изнутри команды, вот которая все это разрабатывает, то они из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год работают над одним и тем же продуктом, который, по сути, он как бы мутирует, или он проживает некую жизнь, и человек вместе с этим продуктом тоже проживает жизнь. Да, то есть очень сильно отличаются вот эти циклы производственные, и во многом даже мышление дизайнера, потому что старое мышление – это, ну, условно говоря, взял заказ, сделал, забыл, и, может быть, может быть, обратились через три года, можно нам переделать тут что-то. И если в архиве у дизайнера остался этот проект, он такой, ну да, вообще-то я все это храню. А все-таки в цифровых продуктах продуктовый цикл вот этот другой, и, соответственно, мышление другое. Нужно понимать, что мы делаем сегодня, что мы выпускаем через неделю, две, три, и так же, как мы на рынке будем конкурировать через год или два, потому что среда будет меняться, и, возможно, нам нужно сегодня разрабатывать то, что будет через год или два. То есть это то же самое приложение, которое мы сегодня обновляем, поддерживаем, развиваем, но через два года вот эта суперновая версия, которая опять покорит рынок, там будет впереди всех и так далее. И, наверное, маленький тезис еще про системный подход. Все готовится к производству, а производство – это программирование, там надо понимать технологии, и очень много элементов интерфейса и состояния так называемых. То есть интерфейс, он всегда отображает какое-то состояние, вот что сейчас нажато, не нажато, что происходит, есть у нас интернет, нет у нас интернета, вот как бы наконнектим его в этот момент или нет. Из-за этого дизайнерам нужно тоже вот как бы немножко пространственно, что ли, мыслить, только внутри цифрового продукта, но мы называем это системный подход к дизайну. Вот это тоже очень важная часть, и когда говорят еще про творчество, вот есть такое понятие творчество, здесь просто творчество другое, оно такое чуть более инженерное. Но это тоже надо понимать, то есть это не такое художество, где мы там полет фантазии свой как-то там реализуем, хотя тоже фантазировать приходится, но опять же результат этого труда, он такой более технический. Расскажите, пожалуйста, мы плавно подошли уже к этому вопросу, каких специалистов вообще готовят на вашей программе, кем выпускник становится, когда получает диплом? Если глобально посмотреть на умения и вообще скиллсет, так называемый, будем выражаться по-русски, набор навыков, выходящего с этой магистратуры человека, то потенциально он может весь продукт цифровой придумать, то есть придумать идею, что этот продукт делает, как он именно это делает, как он работает, опять же подумать про рынок, то есть какие есть потребности у потенциальных потребителей, как эти потребности решает этот продукт, придумать там ценовую политику этого продукта, чтобы он как-то тоже был актуален, ценовой сегмент какой-то вписывался. Человек может концепт этого продукта в каком-то виде визуализировать и сам продукт спроектировать. Концепт он может предлагать потенциальным потребителям еще до того, как продукт произведен, то есть проверять с помощью средств современного маркетинга вообще отклик вот этих вот потребителей потенциальных. И дальше этот продукт можно спроектировать до такого уровня, что можно будет отправить это программисту, и он скажет некую стоимость, за сколько можно это произвести. Плюс, если он придумает, а мы мотивируем так делать, если он придумает какой-то, ну я называю это суррогат, может быть это не очень правильный термин, но как бы некая производная, недопродукт, который он придумывает, но то, что можно уже продать за какие-то деньги, человек создает, допустим, простые вот эти форматы тоже вы видели в социальных сетях. Можно купить чек-лист чего-то там, можно получить доступ в какую-то закрытую группу, где какой-то контент по теме этого продукта, но платный, как бы с платным доступом. Можно какой-то там установить себе бот, у которого есть бесплатный функционал, но если я хочу расширить этого бота, он мне вот, допустим, понравился, я могу заплатить, и у него будет расширенный функционал. Но это еще не финальный продукт. Но мы на этом этапе точно понимаем, что пользователь не только готов обещать, да-да, вы делаете продукт, я потом заплачу, а он платит конкретно даже за производное от этого продукта. Вот мы видим, что наши студенты и выпускники смогут так, во-первых, мыслить и создавать вот такие вещи, либо в соло, но вообще предпринимательская деятельность все-таки это сложно, в ней больше рисков. Не всем нужно делать свой какой-то бизнес, можно пойти в какую-то компанию, но вот этот вот набор навыков, он очень серьезно представит вот этого человека, который придет в компанию, потому что если человек может практически от идеи до реализации продукт сделать, такие специалисты очень ценятся сегодня. Так что вот подобного рода людей мы готовим. По поводу именно профессий, ну или каких-то должностей. Вообще глобально вот есть продукт-дизайнер или дизайнер продукта, и там есть так называемые грейды, то есть есть джуниоры, типа младшие дизайнеры, есть, почему-то забывают про это, просто дизайнеры, есть миддл-дизайнеры, средние, сеньор-дизайнеры, ну то есть более высокого уровня, есть лиды, это уже такие управляющие. Я бы дополнил, что есть вообще в целом дизайн-директора, есть дизайн-менеджеры и там еще тоже есть всякие разные градации, аналитики, кто больше программирует, верстальщики или дальше уже программисты. То есть можно еще из своего основного трека сместиться, плюс у нас дизайн-продвижение, то есть можно больше в маркетинг, или больше в бизнес куда-то, или больше в кодинг, или больше в производство контента. То есть еще из этого трека можно свернуть в зависимости от либо своих интересов в данный момент, либо от развития своих интересов. Например, пошел, поработал, интересно, но через два года надоело, но вот есть какие-то ребята, которые в моей же компании, и они меня очень мотивируют. Я когда смотрю на то, что они делают, мне прям вау, очень интересно становится, и я прошу у руководства, можно я с ними буду работать. Это тоже практикуется, потому что сегодня у компании очень важная задача – это удерживать людей. Очень все это близко, то есть эти компании, между ними сотрудники мигрируют, поэтому как бы по сути глобально вот это все некая IT-индустрия, очень много здесь потребностей в людях. То есть здесь как бы вот еще такой бурлящий котел, как раз самое время в него запрыгивать, потому что все происходит прямо сейчас. То есть это не какая-то устоявшаяся индустрия, где вообще все решено, а наоборот, можно поучаствовать в ее развитии, и это вдвойне интересно. То есть не просто пришел, там, объяснили как надо, и стоишь у станка, там, кнопки нажимаешь. Вот не настолько скучно. Все-таки есть поле для своего исследования, для своего роста, для развития. Очень хорошо, что мы уже затронули тему индустрии. Расскажите, пожалуйста, как вообще сейчас живет рынок дизайна, не перенасыщен ли он специалистами уже на сегодняшний момент? С одной стороны, вот люди, которые сегодня приходят в дизайн, наверное, они начинают вокруг себя видеть дизайн, дизайн, дизайн везде, да? Ну, так еще работают социальные сети сегодня, что они видят, что нам нравится, и выстраивают весь контент вокруг этого. Поэтому это может быть еще такое некое искажение реальности, которое для нас делают социальные сети. Но если смотреть на рынок и на уровень зарплат, я просто вот по этому параметру меряю, если компании готовы переплачивать, ну, то есть они платят настолько много денег сегодня, что я сам удивился, потому что последний раз о зарплатах я в 2020 году узнавал, а тут я в конце 2023 года провел некий опрос у себя в Телеграм-канале и выяснил, что зарплаты больше, чем в два раза выросли. И это говорит о том, что вот эти корпорации, большие, которые делают IT-продукты, они заинтересованы специалистами, и они готовы, ну, так скажем, грубо, да, их выкупать за любые деньги, и они готовы платить очень серьезные деньги, причем молодым ребятам, которые до сих пор учатся в университете. Собственно, вот эти все показатели говорят о том, что рынок не перенасыщен. Если более детально это все разобрать, как я это вижу, есть тоже у рынка слои определенные. Вот есть слой самый низкий по бюджету и самый низкий по уровню входа, то есть любой человек, не дизайнер, может прийти и просто начать зарабатывать какие-то деньги на этом рынке. Это делают сайты на конструкторах сайтов. Любой человек на конструкторе может собрать сайт, он будет выглядеть прилично, как будто это сделал, ну, даже дизайнер, просто потому что конструкторы уже так работают, что там все готово. Но это уровень, как я уже сказал, самый низкий по чеку. То есть для того, чтобы делать большие деньги, нужно 100 проектов сделать за месяц. Это такая рутина в обслуживании, вот это, ну, всего общения с клиентами, там, и документов, да, там, ну, налоги как-то надо с этого платить. То есть это очень много работы кроме дизайна. И есть дальше уровни выше, то есть можно делать какие-то более премиальные или цифровые продукты, или продукты графического дизайна. И все равно это как бы уровень, когда не очень много знаний нужно, чтобы на него зайти. Вот если мы возьмем вот эти конструкторы сайтов, тот, кто их делает, вот это верхний уровень, потому что это IT-продукт, на основе которого развивается индустрия. Бизнесы, которые хотят возглавить индустрию, или бизнесы, у которых просто очень много денег. Ну, вот, например, современные IT-компании – это банки. Они выкупают кучу проектов, кучу стартапов, и мы можем даже не знать, вот есть какой-то бренд или продукт, мы им пользуемся, а на самом деле владелец – это банк. Поэтому этот рынок, конечно, будет развиваться, нет недостатка рабочих мест. Я смотрел какую-то лекцию, или круглый стол там был, от Яндекса, там говорили, что миллион человек не хватает в индустрии. Ну, я думаю, они имеют в виду всех, там, программистов, аналитиков, контент-мейкеров и так далее, но все равно, миллион человек – это много. Да, есть работа, есть зарплаты, особенно если вы очень хорошо разбираетесь в том, что нужно делать системно, подходите к делу, будете обеспечены. Мы обсудили индустрию, обсудили будущее работы. Давайте обсудим, как все-таки поступить на вашу программу. Нужно ли быть дизайнером? Какой нужно иметь бэкграунд? Кем вообще нужно быть, чтобы поступить к вам? Если человек уже дизайнер, это хорошо, он как бы будет переучиваться на цифровой дизайн. Если человек не дизайнер, то мы вообще заинтересованы тоже, чтобы люди обучились, как бы как вторая профессия у них будет вот эта магистратура. Но нужно отдавать отчет, что даже на первом курсе там не будет преподаваться такая фундаментальная база дизайна. Именно прям досконально. То есть, конечно, мы будем говорить там про шрифты, про типографику, про цвет, про композицию, но не настолько детально, как на первом курсе бакалавриата. Еще вот две градации тут есть. Человек может быть не дизайнером, но он уже работает в продукте. Например, аналитиком или там редактором или еще кем-то. Он видит всю эту работу, он знает, чем занимается дизайнер, он постоянно с этим взаимодействует, но человек просто не дизайнер в этот момент. А есть люди, которые вообще не из сферы дизайна. Вот с первыми, кто уже около дизайна, я думаю, вообще никаких проблем не будет. Со вторыми здесь нужно, наверное, человеку просто разобраться, нужно ли ему этим заниматься. То есть вообще посмотреть про то, что это такое, поподробнее. Можно наши видео смотреть, можно мои видео с конференцией посмотреть разные. То есть просто вообще в интернете поинтересоваться, чем занимаются продуктовые дизайнеры. Очень много контента на эту тему. Ну, наверное, если человек нашел это видео или там нашу магистратуру, скорее всего, он как-то уже настроен на то, чтобы в эту сферу идти. Ничего страшного в этом нет, но некоторые вещи, конечно, менее подготовленного человека могут быть менее понятны. Но если смотреть на формальность, да, у нас есть в требованиях портфолио. Мы проводим и портфолио-ревью каждый месяц, то есть мы можем порекомендовать, как его сделать, если его нет, или как его поправить, если оно есть, улучшить к поступлению. Но если его нет, человек просто проходит собеседование и заявляет о своей мотивации, зачем ему это, мы с ним общаемся. И, в принципе, просто это общение обычно сводится к каким-то нашим рекомендациям, потому что, ну, опять же, запретить поступать мы не можем. То есть это коммерческая магистратура, человек хочет учиться, он сам, ну, это взрослый человек, он сам приходит, сам платит деньги и сам взвешивает свои риски и так далее. Самое главное, конечно, в принципе, вообще в личностном росте и в любом развитии, это мотивация, поддержание этой мотивации, потому что она сегодня высокая, завтра уже низкая, все тяжело, вообще себя поменять тяжело, учиться тяжело. Но, с другой стороны, мы сейчас в таком мире живем, где, ну, я бы сказал, что у нас даже нет возможности не развиваться, потому что тогда мы просто очень быстро скатимся на самое дно общества. Ну, конечно, будем не в рынке, как минимум, если о работе говорить. Это настолько, что вот этот технологический прогресс, развитие, оно просто быстро идет. И если раньше, даже 10 лет назад, можно было еще помедленнее развиваться, то сегодня уже все еще сильнее ускоряется. Так что мы даже не очень понимаем в связи, допустим, с развитием искусственного интеллекта, как индустрия будет выглядеть через год-два. То есть сейчас мы зашли на такую территорию, где уже ну, больше неопределенности. И это вдвойне интересно становится, но и, как говорится, руку на пульсе нужно держать тоже более точно, следить за всем. Ну, а, опять же, без мотивации это тяжело. Сразу скажу, что приходите на портфолио-ревью, потому что портфолио-ревью позволяет вам проверить, вообще надо вам к нам, не надо. Мы каждый месяц обычно встречаемся в онлайн-формате. Кто-то приходит просто даже посидеть на портфолио-ревью, ничего не показывает, может задать вопрос, может вообще тихонечко посидеть, просто посмотреть, как другие ребята показывают, какие комментарии мы даем. Так что приходите, это хорошая возможность вам понять либо насколько вам это нужно, либо насколько у вас навыки развиты, готово портфолио, чтобы дальше расти. Ну, так или иначе, в общем, это как минимум хорошая возможность просто получить бесплатную консультацию. Обычно на этих портфолио-ревью мы рекомендуем, если есть какой-то хороший кейс, добавить в него какие-то дополнительные дизайн-артефакты, так называемые. То есть, допустим, если там придуман бренд-айдентика, можно к нему сделать какой-то эскиз цифрового продукта. Если там цифровой продукт, можно больше сделать бренд-айдентику и коммуникацию. Если там и то, и другое есть, то мы предлагаем, допустим, сделать какую-то рекламную кампанию, то есть, додумать еще какие-то артефакты. Ну, так как, если есть время до поступления, почему бы его не использовать, чтобы улучшить свою работу? Зачем ждать обучения, которое будет когда-то, если можно учиться прямо сегодня? Ну, либо мы выбираем какой-то проект более комплексный такой, который интереснее показать, либо если совсем есть какие-то проекты либо сырые, либо еще что-то, мы там можем порекомендовать либо как их доработать, либо что их не стоит показывать и так далее. Так что, да, комплексно вот такие рекомендации, но лучше зайти, конечно, к нам в гости. Ваша программа реализуется полностью онлайн. Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали такой формат и как именно вы реализуете программу? Мы же находимся в Москве, основной кампус у нас в Москве, и мы понимаем, что сюда не все могут приехать, и не то, чтобы всем нужно сюда приезжать. Почему бы не получать образование, которое по уровню не уступает образованию в офлайне в Москве, почему бы не получать такое образование, находясь где угодно? Если говорить именно про магистратуру, она будет проходить следующим образом. Это полностью записанная магистратура, то есть это видео всех занятий, и человек будет смотреть эти видео полтора года. Там много дисциплин, есть у нас специальная такая вещь, называется карта креативных компетенций, если вы загуглите, то вы на первой строчке найдете вот эту формулировку карты креативных компетенций и перейдете на специальный раздел на сайте, где вы сможете найти эту магистратуру и посмотреть все дисциплины, которые будут преподаваться. Соответственно, по всем этим дисциплинам первые полтора года обучения будут в нашей специальной системе. Там лежит, допустим, лекция, видео запись этой лекции, материалы к ней, домашнее задание и специальное окошко для того, чтобы загрузить это домашнее задание. Когда вы загружаете домашнее задание, менторы его проверяют, дают какие-то комментарии, и вот так вот обучение происходит полтора года. экзамены сдаются тоже онлайн, вы загружаете экзаменационную работу в специальный сервис портфолио, мы потом комиссии собираемся на этом сервисе портфолио, выставляем оценки, они идут к вам в зачетку, а последние полгода они полностью синхронны, то есть это онлайн встреча с дипломным руководителем, ну там будут группы где-то человек по 20, и в онлайн формате в течение четырех академических часов, у нас стандартное занятие, это две пары, вот этот дипломный руководитель будет разбирать каждый проект, давать какие-то рекомендации, то есть последние полгода это такая консультационная работа по дипломным проектам, и там есть вот за эти полгода два этапа, там есть предзащита и финальная защита дипломной работы, делится у нас на несколько дисциплин все, есть дисциплины, где вы всегда делаете проект с куратором, есть дисциплина, где преподаются технологии для создания этого проекта, с отдельным преподавателем технологий, есть блок истории и теории, там очень много всего изучается, вообще совершенно разного, про дизайн, про искусство, про культуру, про массовые медиа, то есть человек образовывается, вообще вот, понимая, ну, мир и его контекст. Это три основные трека, есть еще арт-практика, она иногда задействуется, там тоже разные навыки развиваются, и вот в комплексе получается, то есть есть кураторская работа, есть куча технологий, куча развивающих каких-то дисциплин, которые усиляют основной проект. Как я понимаю, вы выбрали проектный подход к обучению, расскажите, пожалуйста, во-первых, почему такой выбор, как это реализуется, и влияют ли эти проекты на будущее портфолио ваших будущих выпускников? У нас часто спрашивают на днях открытых дверей или еще где-то, где мы встречаемся либо с абитуриентами, либо с их родителями, есть ли у вас практика? А мы говорим, а у нас все практика, потому что студент с первого курса, неважно, это магистратура, бакалавриат или любой другой курс, он с первого дня просто занимается практической деятельностью, то есть это практика-ориентированный подход и проектно-ориентированный подход у нас. Каждые где-то два месяца, два-два с половиной месяца студент сдает работу, то есть это прям проект, который в виде презентации загружается на сайт портфолио, и получается у него только за первый год обучения четыре или восемь проектов уже. На дипломе там четыре отчетные презентации, но это один продукт, просто в нем очень много дизайн-артефактов, которые по сути могут быть представлены как отдельные вещи, типа только брендинг или только проектирование приложения, и в итоге это и вправду, да, наполняет портфолио студента, и он с этим портфолио может выходить на рынок. Проектный подход, потому что дизайнер всегда будет делать проекты. И в проектном подходе важно не только знать технологии, ну, как я там проектирую приложение или как я рисую какие-то там картинки, иконки, а еще и иметь так называемые софт-скиллы. Проектный подход, он учит, в принципе, планировать свою работу, разделять ее на этапы, выполнять эти этапы в срок и со временем собирать большой комплексный проект за счет выполнения маленьких задач. И еще, что самое главное, можно очень много делать прикладного, работать руками, даже в цифровом виде, но очень важно получать обратную связь. Что-то попреподавали вам, вы сделали какую-то работу, дальше на эту работу вы получили обратную связь, как эту работу улучшить. И вот так итеративно, опять же, я говорил про итерации, как в обычной айтишке, мы работаем только в рамках обучения. Итерациями идем к некому финальному результату к сессии. Поэтому тоже студент, он обучается как бы вот этому подходу успевать в итерации. То есть пропустил вот это ревью, обратную связь, значит, только через несколько недель, потому что сначала там лекция, воркшоп, потом задание, и потом опять вот эта обратная связь. Не хочешь пропускать, хочешь получать обратную связь, успевай. В онлайне, кстати, тут оговорочку надо сделать, в онлайне чуть по-другому, потому что задержанные домашки все равно менторы будут проверять, потому что это будет на нашей платформе храниться, и даже если не успевать, ну там есть тоже сроки определенной сдачи, но если не успевать на неделю-две, ничего страшного, то все равно эти задания будут проверены. Давайте тогда еще обсудим дипломную работу. Насколько я знаю, она у вас проходит в достаточно интересном таком формате. Расскажите, пожалуйста, нам. У нас до открытия вот этой онлайн-магистратуры уже была возможность опробовать дипломный трек, который мы перетащили просто в новую программу на оффлайн-магистратуре и на оффлайн-бакалавриате, и этот трек показал очень хорошие результаты. Устроен он следующим образом. У нас обучение идет по модулям, это как четверти в школе, то есть четыре четверти, четыре модуля. В первом модуле студенты придумывают идею продукта и описывают некую механику, как будет приложение работать, как оно будет решать задачу. Далее они делают исследование, ну, оно вообще у нас называется визуальное исследование, формально такой термин закреплен, но если смотреть на реальность, то это больше профильное исследование, то есть там нужно разобраться и в контексте того, в каком контексте этот продукт находится, какая есть проблема, постановка задачи себе для работы, то есть какое будет решение, как это решение будет конкретного пользователя потребности решать и так далее. Во втором модуле еще формулируется, ну, мы называем это платформа бренда, то есть что за бренд представляет этот продукт, как этот бренд говорит с аудиторией, как он как бы этот продукт предлагает, продает, так скажем. И в начале третьего модуля студенты делают лендинг, то есть это такая посадочная страница, на которую они отправляют так называемый трафик, то есть они где-то публикуют рекламу и эта реклама ведет на эту страницу. На этой странице они проверяют уже, как люди реагируют на их бренд, на вот эту коммуникацию бренда, как он с ними говорит, понимают ли они и дают ли они там свой имейл или куда-то там переходят в телеграм-канал или что угодно, там устанавливают бота, то есть они смотрят конверсию и самое интересное это четвертый модуль ну собственно к защите диплома нужно заработать денег. Пользователь потенциальный потребитель продукта он может как бы обещать да-да делайте свой продукт я потом заплачу но в реальности он может не платить то есть мы выпускаем продукт а человек говорит так ну там 200 рублей подписка ну я подумаю там когда мне это нужно будет сейчас сейчас не знаю поэтому мы хотим чтобы вот эта гипотеза которая в первом модуле защищается в четвертом модуле она была доведена до такого уровня производства что человеку можно потребителю можно что-то продать задешево какой-то вот этот суррогат и он его купит и вот эта покупка это подтверждение того что под эту идею конкретно под эту идею которую студент выбрал себе на диплом этот же студент нашел целевую аудиторию которая не просто готова сказать что она купит продукт а она покупает уже даже еще не недопродукт то есть она платит рублем эта аудитория за то что этот продукт еще даже не вышел и вот в этом конечно самая интересная часть диплома что это не просто какие-то размышления о том какой может быть продукт какое-то фантазирование летание в облаках а это конкретика мы нашли потребность мы придумали решение как мы для людей которые испытывают эту потребность как мы эту потребность закрываем мы это решение предложили этим людям и они его купили и вот такой вот вопрос насколько влияние искусственного интеллекта на сферу дизайна меняет рынок меняет сам дизайн расскажите пожалуйста очень интересно да это вообще важная технология которая кстати так глобально стала доступна еще в 2019 году просто популярность дошла только когда вот сделали именно чат то есть для пользователей более понятное взаимодействие с нейронной сетью и это очень удобная вещь вот для нас как для людей которые уже много чего поделали и даже от некоторых вещей устали мы видим просто удобство от нейронок от искусственного интеллекта потому что они помогают нам делать какие-то рутинные задачи проще это очень классно очень удобно но есть также и такая сторона часто говорят про замену людей в каких-то сферах во-первых да конечно любые технологии они меняют рынок вакансий так было всегда это не первый раз происходит когда-то когда появились заводы ремесленники начали быть менее востребованы потом заводы там электрифицировались потом еще что-то происходило да и вот каждый раз технологии меняют рынок труда это нормально так было так есть и так будет другой момент готовы ли мы к этим изменениям и наверное какие-то профессии более подвержены тому что их заменят ну к примеру мы сейчас видим уже что в магазине можно без кассира что-то делать тестируются автомобили без водителя есть метро без машиниста что касается дизайнеров здесь да конечно люди которые занимаются больше визуальным дизайном тут больше рисков для этой специальности потому что нейронка она конечно же позволяет сделать визуал иногда быстрее и лучше не всегда но если уметь с ней работать то визуальный дизайнер он может тоже как бы на это переучиться другой момент что ему придется поменять полностью весь свой подход как он делал визуальный дизайн потому что это начинается уже там ну так называемые промпты есть уже уже такая как бы специальность промпт дизайнер да или промпт инженер что человек составляет запросы в искусственный интеллект в нейросеть чтобы правильную чтобы правильную генерацию произвести другой момент насколько быстро рынок перейдет к повальному использованию нейросетей ну здесь чуть сложнее прогнозировать потому что скорость внедрения технологии она увеличивается и то ну если мы будем оценивать по предыдущему опыту как все происходило мы не факт что очень хорошо прицелимся и оценим то как будет да потому что ну возможно просто нарастает скорость но все равно на данном этапе мы с коллегами не считаем что искусственный интеллект опасен для нас в том виде в котором он сейчас реализован наоборот мы рассматриваем его как возможность мы преподаем его и на отдельных курсах у нас есть курс по использованию нейросетей даже не для дизайнеров то есть вообще кто угодно может прийти на этот курс дополнительное образование обучиться также мы внедряем преподавание работы с нейросетями и на бакалавриате и на магистратуре потому что как будто бы это сегодня базовый навык типа как пользование телефоном или там не знаю каким-то экселем или чем там пользуются люди и скорее всего через пару лет это уже в таком формате и реализуется то есть любое приложение будет иметь какую-то нейронку с ней можно будет общаться соответственно чем лучше я умею общаться с нейронкой тем быстрее получаю результат необходимый мы очень пристально следим за всем этим у нас есть лаборатория искусственного интеллекта и с точки зрения создания графических каких-то образов много над этим работаем и с точки зрения текстов в общем тоже в эту индустрию заходим для нас это представляет огромный интерес ну мы обсудили поступление на программу мы обсудили саму программу мы обсудили даже диплом обсудили сферу большое вам спасибо желаю вам успехов спасибо большое будем вас ждать на наших портфолио ревью на днях открытых дверей и в целом на нашей магистратуре приходите спасибо большое что были с нами увидимся в следующих выпусках в следующих выпусках в следующих выпусках